Всем привет, с вами Джамбу Макс и в этом видео мы с вами поговорим о том, когда лучше взять Xbox серию X. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо! Многие любители видеоигр, особенно те, кто присматривает себе новую игровую консоль, по-любому задаются таким вопросом. Взять на старте или подождать? В связи с выходом Xbox серии X и PlayStation 5, такой вопрос будет у многих. Но что же делать? Давайте разбираться. В чем вообще минусы и плюсы покупки новой консоли на старте? Минусы, прежде всего, касаются поломок и недоработок первых партий. Насколько я знаю, во времена старта Xbox 360, компания Microsoft понесла огромный убыток из-за первых партий, которые просто-напросто сгорали из-за недостаточного охлаждения. Также в первых ревизиях чаще встречались всякие ошибки, три кольца смерти и так далее. Я лично тоже с этим сталкивался, и мой Xbox получил три кольца смерти со ошибкой E73. И на тот момент, а именно в начале, многие даже и не знали, как с этим бороться. Если что, можете посмотреть видос, в котором мой друг Виджил через 10 лет его все-таки починил. Видос, если что, в подсказке. На момент выхода Xbox One, по крайней мере и в России, была проблема, что первые партии имели некий шум консоли, который надо было убрать путем удара в нижнюю часть корпуса. Также проблема была связана с вентилятором, который издавал крайне громкий и странный звук. Первые консоли, естественно, пошли на замену, но дело в том, что на первых этапах магазины отказывались принимать товар и направляли все к Microsoft. По сути, даже если вы потом купите консоль, то вы все равно можете нарваться на дефект. Но покупая консоль на старте, вы повышаете этот шанс. Помимо этого, минусы существует еще один, это версии. Если вы вдруг любите покупать что-то компактнее, что-то мощнее и чуть лучше, чем первая версия, то вам явно стоит подождать. Во всех поколениях Xbox, со времен Xbox 360 были различные версии консолей. У Xbox была версия Elite, SE. По факту они мало чем отличались, но у каждой консоли была своя особенность в размере, в дизайне, и практически каждая новая консоль выглядела круче предыдущей. У Xbox One помимо размера изменялась и мощность. Тот же Xbox One X мощнее первой версии Xbox One Fat в раз 5 и способен выдавать изображение в 4К и 60 FPS. В случае с Xbox серией X будет 100% несколько версий, ибо даже само название говорит об этом. Не уделюсь, если будет какой-нибудь Xbox серия S, Z, Y и так далее. Если смотреть на тенденции, то думаю, что стоит ждать уменьшенную консоль, которая будет продаваться без привода, и которая будет в 2 раза меньше показанной версии. Опять же, это лишь мое предположение. Поэтому, купив консоль на старте, сразу знайте, будут еще версии разных цветов и даже, возможно, с разной мощностью, как это происходит в текущем поколении. Также, среди минусов, конечно же, кроется и цена. Когда берете на старте, то 100% не ждите к скидок. По-моему, это и ежу, понятно. За исключением, конечно же, накопительных баллов в какой-нибудь сети. А из плюсов я выделю лишь, наверное, ранние знакомства со всеми играми и новыми устройствами. Ну а еще, покупая консоль на старте, вы можете получить некие бонусы по типу редкого достижения, как это было со стартом Xbox One. Кстати, я в такое достижение тоже получил. А еще какой-нибудь шмот для аватары и так далее. В общем, ничего серьезного. В моем же случае, я крайне нетерпелив и хотел бы консольку купить все-таки на старте. Просто реально не люблю ждать, ну и чтобы вам рассказать абсолютно все про нее. Тем более, играя на фатке, уже хочется официально перейти в новое поколение и получить те самые 4К и 60 FPS. Хотелось бы, конечно, получить и новые игры, но, скорее всего, на первых этапах такого мы не получим. Если что, я об этом уже записывал видос, если хотите, гляньте. В целом, переход на новое поколение всегда был каким-то next-gen, каким-то удивительным, прикольным, поскольку мы получали что-то новое. Помню, когда перешел на Xbox One, то это был более чистый звук в гарнитуре, новый геймпад, новые фишки по типу записи гейплея и кинекта. Но в следующем поколении пока что это не намечается. Да, опять же, это забегание вперед, но помимо трассировки лучей и возможных VR-шлемов, ничего возможно-то и не будет. И на мой взгляд, это минус. Но самый главный минус кроется в отсутствии полноценных эксклюзивов на старте. Как ни крутите, но игры, которые недоступны нигде, кроме какой-то платформы, делают ее заманчивее. В случае с серией X из-за хвоста в виде Xbox One этого не произойдет. И все новые игры, которые выйдут на серию X, выйдут и на Xbox One. Но это что касаемо эксклюзивов. Кстати, именно такого не было ни в поколении Xbox 360 и ни в поколении Xbox One. На старте таких консолей всегда были какие-нибудь игры, которых не было нигде. И знаете, на мой взгляд, не торопящимся за next-gen нам не особо нужно торопиться переходить на новую консоль. Особенно на первом этапе. Но несмотря на это, я все еще верю, что компании нас должны удивить и показать то, за что нам мгновенно захочется перейти на новые консоли. Касаемо моего опыта использования консоли на старте, скажу вам, что я не пожалел. И я не столкнулся с какими-либо проблемами. На более уменьшенной версии мне было пофиг, на X тоже, поскольку моя фатка все еще тянет новые игры. И это как раз таки все то, что мне нужно. Поэтому лично я возьму серию X на старте и надеюсь, что париться не буду. Поэтому ваш же выбор зависит полностью от вас. Ну а на этом у меня все. Не забывайте поддерживать канал, ставить лайки и подписываться. Ну а также писать свое мнение по этому поводу. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok